Это программа интервью и я журналист Регина Ким. Здравствуйте. В послании народу Касым Жумар Токаев заявил, что процесс закупок нацкомпании остается непрозрачным и недоступным для предпринимателей. Президент поручил разработать до конца года законопроект, регулирующий все закупки государственных органов и предприятий квази-государственного сектора. Как будут урегулированы закупки в квази-госекторе, расскажет заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей АТМИКЕ Норман Мамбитаев. С нами на связи. Арман Урунбасарович, здравствуйте. Здравствуйте. И первый такой вопрос. Если я правильно понимаю, квази-госзакупки, в отличие от госзакупок, у которых есть свой закон, осуществляют свою деятельность без закона по правилам. Ну, то есть каждый заказчик выставляет свои правила и вот теперь появится один общий свод правил, скажем так, для квази-госсектора. Вопрос. Какие проблемы решит появление закона и как он поможет предпринимателям? Спасибо. Да, вопрос актуальный. Как вы правильно отметили, до настоящего времени квази-каждый субъект квази-государственной структуры закупал в рамках своих внутренних документов. То есть тот же фонд Самруказна закупал в рамках своего стандарта закупочной деятельности. Фонд Байтирек, соответственно, закупал в рамках своих внутренних документов. И эти документы были разрознены. То есть под каждое требование, под каждые процедуры предприниматель должен был изучать эти документы и на основе этого участвовать в этих процедурах. Теперь при наличии единого закона мы понимаем то, что будут установлены горизонтальные общие принципы, правила, по той же транспарентности, открытости, по максимальному обеспечению конкуренции среди участников закупок. То есть будут определенные горизонтальные механизмы и регламентация всей деятельности закупок квази-государственного сектора. Мы надеемся, что это будет хорошим подспорьем для того, чтобы предприниматели более активно участвовали в закупках квази-государственного сектора. А вот вообще какое влияние оказывает квази-государственный сектор на экономику Казахстана? Ну, влияние квази-государственного сектора огромное, о чем и неоднократно говорилось на различных уровнях. И по последней информации, то, что счетный комитет докладывался в главе государства, это влияние на экономику Казахстана, именно квази-государственного сектора, оно не снижается. Для примера взять тот же фонд национального благосостояния «Сомрук Казна». Их прошлогодний закуп товаров, работ, услуг составил 4,5 трлн тенге. То есть это колоссальная сумма, на которую они практически ежегодно закупают товары, работы, услуги. И это потенциально тот объем работ, который могут выполнять в том числе наши отечественные производители и наши субъекты предпринимательской деятельности. Вот возвращаясь к самому закону, наверняка за базу возьмут закон о госзакупках. Но в квази-госсекторе, как я понимаю, квази-госсектор имеет свою специфику. И поэтому наверняка будут какие-то нюансы. Озвучите их, пожалуйста. Да, мы предполагаем, что за базу в рамках закона о госзакупках у нас предусмотрены довольно-таки общие принципы, которые хорошо себя зарекомендовали и по ним, соответственно, мы работаем. И в госзакупках, и в квази-секторе мы ожидаем то, что будет горизонтальный закон, который устанавливает общие принципы. Но и как и в госзакупках, там будут, соответственно, свои дальнейшие реализации, детализация своя. По каждой площадке, по каждому, так сказать, субъекту квази-сектора свои, так сказать, нюансы. Потому что даже в госзакупках мы видим, есть горизонтальный закон, и в реализации его идут именно правила, где описывается более детально правило закупок способов закупов и так далее. По квази-госсектору мы по аналогии ожидаем то, что будет аналогичный механизм. Общий горизонтальный все правила по транспортерности, открытости, максимальное участие бизнеса, чтобы были, соответственно, и в том числе условия по отечественным производителям, то, что их поддержка. И в реализацию, соответственно, с учетом специфики каждого субъекта квази-госсектора, потому что мы понимаем то, что субъекты квази-госсектора, они довольно-таки сильно отличаются друг от друга. Есть предприятия, которые занимаются финансовой деятельностью, строительством недвижимости, обеспечением. Есть предприятия, которые занимаются, это нас, компании, хозяйственные деятельности. Это и железные дороги, это и авиасообщение, и добыча наших нефти, газа и урана и так далее. То есть довольно-таки разношерстные виды деятельности, и, соответственно, у каждого субъекта будет своя специфика, которая должна быть отражена в рамках закона и тех правил, которые будут идти в реализацию. Ну, понятно, что поставщикам, то есть предпринимателям, какой-то общий свод правил, закон облегчит участие в закупках, сам процесс, подача и так далее. А вот что насчет заказчиков? Хотят ли они общий закон? Что вы знаете? Ну, про заказчиков я сейчас мнений их как бы предполагать не могу, но раз президент поставил задачу до конца года разработать соответствующий закон, я думаю, полномоченный орган, в том числе с участием данных заказчиков, проведет соответствующую работу по разработке этого закона, и в рамках него мы будем совместно учитывать их определенные нюансы, возможности и специфику. Ну да, вы правильно ответили, для производителей это существенное упрощение будет, потому что мы понимаем то, что установление общих принципов прохождения того же предквалифотбора, каких-то общих принципов по установлению сроков оплаты, по авансированию, то есть регламентация общая, она будет удобна для понимания предпринимателям, для выстраивания своих возможностей участия в этих закупках. Чтобы один раз пройдя тот же предквалифотбор, то есть предприниматели могут участвовать на закупках различных наших субъектов квазикосектора. А вот по поводу непрозрачности квазикосектора, ну как вы помните, да, президент в послании народу сказал, что закупки нацкомпаний остаются непрозрачными. И вот в госзакупках основная проблема это тоже, да, непрозрачность, и львиная доля закупок осуществляется из одного источника, то есть нарушаются принципы конкуренции. А вот озвучите основные проблемы в квазикосзакупках, и как там нарушаются права предпринимателей, какие инструменты будут внедряться для того, чтобы решить проблему непрозрачности в квазикосзакупок? Ну, по принципу, если смотреть, в основном те же проблемы, которые у нас встречаются в рамках госзакупок, они также присутствуют и на рынке закупок субъектами квазикосударственного сектора. То есть тоже из одного источника львиная доля осуществляется? Да, из одного источника также у них присутствует, но у квазикосзакупок есть своя специфика. Например, брать тот же фонд национального благосостояния саморукознала, у них, предположим, есть механизмы оффрей-контрактов, долгосрочных договоров, есть механизмы закупочной категорийной стратегии, где они максимально поддерживают нашу отечество. То есть, того, что они могут свое бюджетное планирование не ограничиваться тремя годами, как у нас в госзакупках, у них есть возможность закупать у производителей в течение 3-5 до 10 лет, соответственно, товары, работы, услуги. То есть, и с учетом этого мы видим то, что по квазикосекторам у нас объем именно из одного источника, он меньше. С учетом того, что есть конкурсные процедуры по определению поставщиков, и, соответственно, эти договора действуют долгосрочно. И по пониманию, какие инструменты будут внедряться для того, чтобы решить проблему непрозрачности? Ну, основная проблема, мы видим, это все-таки открытость, доступность, транспарентность информации. Для того, чтобы поставщики понимали сроки, понимали документацию, понимали то, что вся документация, которая будет представляться их, так сказать, конкурентами в рамках участия в этих закупках, они друг друга, эта информация была открыта, и они видели то, что процедуры проходят открыто, конкурентно, в электронном виде, и система это все фиксирует для того, чтобы не было двоякого толкования, инсинуации и каких-то, то есть, подлогов для того, чтобы мог выиграть, так сказать, конкретный поставщик. То есть это вы сейчас рассказываете как раз-таки о примере Южной Кореи, где заменяется полностью человеческий фактор системой электронной, где там даже комиссия из людей полностью заменяется искусственным интеллектом. То есть мы движемся в эту сторону. Да, цифровизация, как я отметил президент, это, наверное, ключевой момент, который должен в том числе снизить все и коррупционные риски, и обеспечить открытость и прозрачность этого процесса. Работа в этом направлении по госзакупкам у нас ведется. У фонда самоказана также есть своя электронная база. Теперь цель и задача все-таки, наверное, и по возможности создать единый портал закупок квази-государственного сектора. То есть вопрос по, это будет единый или это будет несколько порталов, в настоящее время еще не решен. Но единство портала в рамках квази-госзакупок было бы удобнее и в рамках регистрации деятельности на этом портале для наших отечественных производителей. То есть цифровизация это тренд, который в перспективе должен решить все вот эти вопросы и по комиссиям, и по субъективным каким-то факторам, когда человеческий фактор, к сожалению, у нас имеет место и имеются определенные предпочтения и нарекания к работе в рамках деятельности комиссии. Вот теперь конкретно по работе нацпалаты. Глава государства поручил правительству и нацпалате предпринимателей Атамикен до конца 2020 года разработать конкретные предложения по увеличению казахстанского содержания в закупках. Вот расскажите, работаете ли вы над предложением, есть ли у вас какие-то уже шаги в этом направлении? По увеличению казахстанского содержания в закупках. Работа в этом направлении ведется. Работа эта ведется планомерно уже, скажем, 34 года. Основной у нас посыл, в первую очередь, товары, работы, услуги должны покупаться у отечественных производителей, если они соответствуют по цене и качеству. То есть посыл такой. Этот механизм у нас реализуется в госзакупках. Сейчас в рамках карантинных мер у нас действует спецпорядок. Когда в первую очередь закупают у отечественных производителей, если, соответственно, они не производят этот товар или не заинтересованы в участии в конкурсе, он объявляет общий конкурс уже для всех, в том числе поставщиков импортного товара. В фонде Самрук Казна работа ведется в части рестра товаропроизводителя холдинга. Также закупаются у отечественных производителей. По закупкам недопользователей у них есть обязательства в рамках контрактных своей деятельности, по приобретению у казахстанских производителей. Это что в настоящее время сделано. Но помимо этого у нас есть ряд вопросов по приобретению отечественных материалов в рамках строительно-монтажных работ. Когда закупаются работы, и уже дальнейшее приобретение товаров подрядчикам у отечественных производителей в должной мере не контролируется. Это у нас часто присутствует в государственных закупках. В этом направлении мы даем ряд предложений, в том числе по усилению ответственных заказчиков за контролью доли местного содержания. Отдельные вопросы есть именно по установлению все-таки каких-то индикаторов конкретных с учетом предыдущих лет для наших администраторов и операторов бюджетных программ, кто закупает, для заказчиков. Для того, чтобы у них была пленка, так сказать, по приобретению отечественных товаров и чтобы это мониторилось. Помимо этого мы понимаем, что доля местного содержания будет зависеть от сырья, о чем президент также в своем послании отметил. То есть нужно наращивать нашу сырьевую базу для того, чтобы доля местного содержания наших же казахстанских товаров, которые закупаются, она была максимально высокая. Помимо этого, есть ряд предложений по закупкам не для пользователей, в рамках которых, вы знаете, с следующего года обязательства Казахстана в рамках ВТО по приобретению отечественных товаров у недопользователей, этот механизм заканчивается. И тут нам нужно совместно с уполномоченным госорганом выработать единый механизм, как мы будем поддерживать наших отечественных производителей с недопользователями. Ну и последний такой вопрос. Напоследок, президент поручил до конца 2020 года разработать закон. Я правильно понимаю, что в 2021 году он уже появится и будет действовать? Мы ожидаем, что в соответствии с поручением президентом дал поручение разработать до конца года соответствующий закон. Есть соответствующие процедуры принятия нормативных правах, в том числе закона. Мы думаем, что министерство соответствующую работу проведет, и мы активно будем участвовать в этой работе. Благодарю вас за беседу. В эфире был заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Атамикен Арман Мамбитаев. Я журналист Регина Ким. Мы говорили о том, как будут урегулированы закупки в квази-госекторе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова